Доброе утро, дорогие друзья! Я рада, что число друзей растет. И если мы едим за одним столом, то в этом есть интересная часть заветных отношений. Потому что когда-то завет заключался по разным статьям, по разным принципам. И один из них – это как раз есть хлеб задним столом. И когда мы с вами едим вечный хлеб, то что может быть ценнее и важнее? Хлеб, который нас не просто может накормить, а сформировать. Хлеб, который дает нам понимание сердца Отца, который позволяет нам узнать тактику врага и понимание того, как действует Бог на опережение. И на самом деле тот, кто является Альфа и Омега, как мы с вами уже говорили, который видит конец и изначало, то такого Бога невозможно каким-то образом провести, обмануть и так далее. То есть у него все под контролем и все ему подвластно. И с таким Богом у нас заветные отношения. И поэтому, имея завет с Богом, мы имеем заветные отношения и друг с другом через нашего Бога. И поэтому я верю, что и каждый, чье сердце склоняется принимать этот хлеб – это сердце человека неравнодушного к Божьему Царству. И, вы знаете, идентичность питания производит идентичность плода. И тогда, когда мы едим от одного Божьего хлеба, то мы становимся похожими на Него. И этот образ Отца, образ нашего Творца, Друга, Спасителя, Жениха и так далее, то есть только у Него титулов, которыми Он желает раскрываться в нашей судьбе – это все то, что начинает отражаться в нас и, видимым, быть для врага. Потому что враг тут же распознает природу неба, если она перешла в суть человеческой личности. И поэтому, говоря сегодня о взаимоотношениях Иоанна Фана и Давида, я хочу сказать, что ты говоришь людям о тех, кто рядом с тобой, с кем ты живешь, с кем ты трудишься, кто является твоим другом, либо мужем, женой, сыновьями, дочерьми, то есть тот, кто рядом с тобой, как ты о них отзываешься, даже если ты разговариваешь с человеком, кто какую-то опасность предоставляет сейчас. И посмотрите, как и Анафан это делал, когда он позвал Давида спрятаться на поле, а отец его был приглашен на это поле для общения. И говорил Иоанна Фан доброе о Давиде, Саулу, отцу своему, и сказал ему. Посмотрите, первое, он говорил доброе. Посмотри, сколько доброго ты знаешь о другом человеке. Насколько хорошо ты знаешь добро в свой адрес или насколько ты хочешь, чтобы о тебе говорили доброе. Это все имеет значение. Потому что свое добро, когда кто-то о вас говорит, вы можете быть, так скажем, увлечены этим. А вот о другом не настолько интересно. Но тут вот как раз идет речь о том, что если есть сверхъестественная любовь, то эта любовь со стороны Иоанна Фана к Давиду, она в нем настолько легко переливалась говорить о добре. Потому что на самом деле очевидные вещи в жизни Давида, которые знают и люди окружающие, и воины, которые рядом с ним. Но Саул как будто бы это не видит. И потому он говорит о добром в адрес Давида вместе с Саулом. И о каком добре? Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя. И дела его весьма полезны для тебя. Посмотрите, добро не в том смысле, что Давид хороший человек, он хороший семьянин или еще что-то, хороший воин. Нет, все, что делал Давид, оно для тебя, Саул, хорошо. Потому что в этом и есть добро, в этом и есть качество личности, когда он может, не щадя себя, жить ради другого. Тем более, когда здесь идет речь о каких-то царственных возможностях, о природе царства. И я хочу с вами об этом, друзья, чтобы научил нас Господь жить мыслями и категориями добра в адрес другого и в адрес масштабного государственности, города, страны, нации. Небесный Отец, я благодарю тебя за это право и за эту привилегию. Молиться к тебе и благословлять друг друга именем твоим. Да пребудет с нами, да пребудет на нас, да пребудет внутри нас твое царство, твоя сила, твое могущество. И благослови нас знанием твоей воли, исполнением ее, и так, чтобы закрыть уста врага и мстителя. Потому что есть добро, которое исходит из духа Отца нашего внутри нас, а распространяется на целые страны, на целые государства. Благодарю тебя, Боже, что с тобой это возможно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.